Благодаря губернатору Московской области в школьных меню произошли изменения. Роспотребнадзор разрешил подавать детям пельмени. Этот вопрос еще в начале года Андрей Воробьев поднял в Центре управления столичным регионом. Во все времена, в наши студенческие школьные годы, одно из самых действительно вкусных было это пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени. В чем проблема? После запроса главы Подмосковья вопрос с пельменями решен. Любимое многими блюдо уже внесено в меню школ многих регионов России, в их числе и Ульяновск. В ответе Роспотребнадзора уточняется, что готовить пельмени из-под ножа в школьном пищеблоке недопустимо. Из-за больших объемов и коротких сроков в столовой практически невозможно организовать замес теста, приготовление фарша и лепку. А накопление продукта может повлечь пищевые отравления. Поэтому готовят пельмени на фабрике, но по определенным стандарту. Пельмени у нас производятся по специальному ГОСТу для детского питания. Поэтому они такие вкусные, они состоят из натуральных, абсолютно из натуральных ингредиентов. Продегустировать пельмени могут и родители. В школах организован специальный график такого гастрономического ознакомления. Пельмени не единственное блюдо, которое подают детям на обед. Например, сегодня в рационе также гречка с котлетой и салат. Так что голодных точно не останется. К слову, меню в школьных столовых цикличное. Так что каждый день пельмени подавать не будут. Например, в Ульяновской 82-й школе их подают по пятницам раз в две недели.